Согласно американскому историку Эрику Клайну, римляне превратили святую землю в пустыню, когда они этнически очистили древний Израиль от еврейской общины. Разрушение и разграбление второго Иерусалимского храма, это историческое событие навсегда останется в памяти народа, как Арка Тита в Италии. Об этом пишет израильская журналистка Рахель Авраам в предисловии к статье интервью с политическим экспертом в области международных отношений, главой израильского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Ария Гутам для авторитетной канадской еврейской платформы Тейка. Автор статьи отмечает, что в конце 1800-х годов, после посещения Святой Земли, Марк Твен писал в книге «Простаки за границей», что эта земля, несмотря на время, все еще оставалась безлюдной, поскольку сионистское движение еще не сформировалось, чтобы восстановить то, что разрушили древние римляне. «Здесь нет ни росы, ни цветов, ни птиц, ни деревьев. Есть равнина и незащищенное озеро, а за ними бесплодные горы. Мы прошли несколько миль по пустынной стране, почва которой достаточно богата, но полностью заросла сорняками. Тихое, печальное пространство, где мы увидели только трех человек на всей этой территории. Делится своими впечатлениями писатель». Рахель Авраам пишет, что в апреле текущего года Арье Гут посетил освобожденные районы Нагорного Карабаха вместе с журналистом газеты Израал Хайоум Шмуэлем Дином Эльмасом. По мнению Гута, увиденное им было похоже на то, что римляне сделали с древними израильтянами. «Несколько недель назад я совершил поездку вместе с израильским журналистом газеты Израал Хайоум в разрушенные и уничтоженные армянами освобожденные города Азербайджана, такие как Агдам, Физули, Джабраил, Зангелан. Мы проехали 1350 километров, это практически вся территория Израиля, от границы Ливана до Эйлата. Я впервые в жизни был в этих местах, и с самого начала у меня было ощущение, как будто сюда пришла страшная и свирепая чума. Практически на всей освобожденной территории не осталось ни одного дома, ни одного детского сада или школы, ни одного музея, библиотеки. Армянская оккупационная армия весьма успешно занималась мародерством и вандализмом, стирая такие города, как Агдам, Физули, Джабраил и Зангелан с лица земли. Там, где раньше были улицы и дома, теперь я увидел только дверные проемы и колонны, всюду были разбросаны оконные рамы. Руины заросли деревьями и выглядят древними, как остатки какой-то давно ушедшей империи. Агдам, Физули, Джабраил и Зангелан – это все города-призраки, которые были уничтожены во время армянской оккупации. «Разрушения просто ужасают и поражают своими масштабами и жестокостью», – подчеркивает Арье Гуд в своем интервью. «Меня, конечно же, поразил Агдам. Город, население которого некогда насчитывало около 140 тысяч человек, превратился в груду каменных обломков. Я посетил то, что осталось от музея хлеба. Это историческое место, которое было построено на старой мельнице 19 века. В прошлом она была охраняемой исторической достопримечательностью Азербайджана. Агдам, как и преимущественно весь Карабах, всегда славился аграрными достижениями. Здесь уникальная почва, климат. Поэтому не случайно и не удивительно то, что первый музей хлеба в Советском Союзе был создан именно в Агдаме, в Азербайджане. Сегодня, после трех десятилетий жестокой и варварской армянской оккупации, это здание, как и весь город, находится в руинах. Гуд считает, что описание Марка Твена того, как земля Израиля стала пустынной и бесплодной после римских преследований, имеют сверхъестественное сходство с тем, что он видел в Карабахе. «Во время поездки я часто думал о том, как эти армянские вандалы и террористы не любят жизнь, как они сознательно и преднамеренно уничтожали и оскверняли все святое и человеческое – музеи, библиотеки, мечети и церкви, азербайджанские кладбища. Мы видели эти страшные последствия оккупации, эти шокирующие картины на протяжении всех 1350 километров освобожденной территории. На меня очень сильно эмоционально и человечески повлияло увиденное в мавзолее панах Алихана. Армяне превратили его в хлев, держали там коров и свиней, а после обильных возлияний обстреливали из всевозможного оружия. Очень страшно выглядела разоренная могила азербайджанской поэтессы Хуршудбану Натаван. И такое зрелище повсюду, на протяжении 27 лет армяне целенаправленно уничтожали в Агдаме и других освобожденных районах следы азербайджанского культурного наследия. Отмечает израильский политический аналитик. Они разрушили и осквернили практически все азербайджанские кладбища, уничтожили могилы и все, что в них осталось. Вы можете сами посмотреть и убедиться в том, что они в упор стреляли из снайперской винтовки по фотографиям на надгробных памятниках, как будто боялись даже тех азербайджанцев, которые ушли в иной мир. Это свидетельствует о свирепом человеконенавистничестве и страхе армянских оккупантов. В музеях регионов, разграбленных армянскими оккупантами, были собраны ценные предметы, связанные с историей и культурой азербайджанского народа, художественные и культурные произведения, всемирно известные ковры, памятные предметы видных деятелей Азербайджана и другие ценности. Армянские агрессоры с особой жестокостью уничтожили на оккупированных территориях объекты, составляющие культурное наследие Азербайджана. На захваченных территориях они ограбили и сожгли 12 музеев и 6 картинных галерей, 9 дворцов исторического значения. Разграблено 40 тысяч единиц музейных сокровищ и экспонатов, имеющих редкое историческое значение. Осквернено 44 храма и 18 мечетей. В 927 разрушенных и сожженных библиотеках уничтожено 4 миллиона 600 тысяч экземпляров книг и редких рукописных образцов, отметил израильский политический аналитик. Арье Гуд сказал, что часто слышал о разрушенном Агдаме, как о городе-призраке. Я бы сказал, что и Агдам, и Физули, и Джабраил, и Зангелан – это все города-призраки, уничтоженные и оскорбленные в результате армянской оккупации. Масштабы разрушений ужасают и поражают своей жестокостью и армянским вандализмом. В настоящее время в мире нет подобного места, где бы наглядно демонстрировались последствия армянского вандализма, ненависти и вражды. Увиденное мною страшное нечеловеческое зрелище, совершенное в Агдаме, Физули, Джабраиле и Зангелане – это реальное свидетельство военного преступления со стороны армянских вандалов. И Роберт Кочарян, и Серж Сарксян, и Никола Пашинян должны рано или поздно ответить перед Международным судом. Никто не забыл о страшном акте геноцида в ход жалы. Я даже написал со своим отцом художественно-документальный роман «Боль», посвященный этому акту геноцида в ход жалы. Все события вокруг страшной февральской ночи в ход жалы – это реальные события, имеющие документальные и видеоматериалы, показания свидетелей, иностранных журналистов и экспертов, находившихся в тот момент в азербайджанском городе, единственная вина жителей которого состояла в том, что они были азербайджанцами. Подчеркнул Арье Гуд в своем интервью влиятельной канадской еврейской медиа-платформе Тейка. В интервью британскому журналисту Томасу Доваалу в связи с Азербайджаном армянским конфликтом, вошедшим в книгу Карабах. Армения и Азербайджан на пути мира и войны. Бывший президент Армении Серж Сарксян ответил на вопрос о ходжалинской трагедии. Да хоть жалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они считали, что армяне – это народ, который не сумеет поднять руку на гражданское население. Мы сумели разрушить этот стереотип. И мы это сделали, и вот что произошло. Думаю, все комментарии излишни. За этот армянский вандализм и терроризм, человеческий и экологический геноцид, изгнавший с исконных земель более 1 миллиона азербайджанцев, должны ответить за военные преступления. Преступление не должно остаться безнаказанным. Резюмировал Арье Гуд.